Добрый вечер! В студии Александр Звежков. В эфире программа «Обратная связь», как всегда, в привычное для вас время. Мы работаем в прямом эфире и по телефону 43 45 07 готовы принимать ваши звонки с вопросами для наших гостей. Сегодня мы хотели бы поговорить об итогах года для малого и среднего бизнеса Оренбуржии, о развитии предпринимательства в нашей области. И сегодня вместе с нами в студии Сергей Фомин, общественный амбутсмен по защите прав предпринимателей Оренбургской области. Добрый вечер! Добрый вечер! И Александр Юдичев, предприниматель, генеральный директор производственной компании и участник встреч с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Об этом тоже чуть попозже поговорим. Пока хотел бы представить вам тему нашего интерактивного голосования. Как вы считаете, что может помочь в развитии малого и среднего бизнеса? Льготные кредиты, снижение налогов или же субсидии и гранты от государства? Телефон для голосования также увидите на своих экранах. Звоните, высказывайте свое мнение. Нам действительно интересно. Ну, что я думаю, Сергей Александрович точно как общественному амбутсмену будет о чем сказать. Ну, в ожидании вопросов от телезрителей. Первый вопрос будет от меня. Каким в целом вы видите год прошедший для оренбургского предпринимательства? Ну, наверняка сложным. Действительно, там сложный был период, кризисные явления. Но, наверное, не катастрофичным. Какие-то новые заведения у нас появляются, какие-то новые производства открываются. Как бы вот рынок труда вроде бы достаточно насыщен. Или я не прав? Ну, здесь можно обратиться к двум факторам. К статистике. Прибавилось ли у нас зарегистрированных, вновь созданных предпринимателей коммерческой организации, которые занимаются? Или убавилось? Ну, не прибавилось, не прибавилось. Скажу честно, статистику я подвел, посмотрел, не прибавилось. Это первый способ. И он неутешительный. Потому что статистика – это факт. Значит, нелегко предпринимателям. Не хочется идти в бизнес. То, что совсем предпринимательство не загнулось за 2016 год. Ну, здесь можно и на инерцию списать. То есть какие-то процессы, они не так быстро во время. Но, к сожалению, мы вот в этом году сталкиваемся очень часто с такими ситуациями, когда бизнес просто невозможно продолжать. То есть нет возможности оплачивать кредит, нет возможности оплачивать текущие платежи. И вот к нам обращаются в основном с такими вопросами. Это вопросы, ну, неправовые, нет такого давления, как вот, может быть, произвол чиновников, некоторые говорят, непосильные там поборы и так далее, административные барьеры. Вот сейчас эти все вопросы, они ушли на второй план. Вот мы можем это тоже констатировать. С одной стороны, это нас радует, что государство действительно немножко ослабило вот эту вот тямку нашей. С другой стороны, вопрос экономики, влияния экономических тенденций на бизнес, оно очень сильное. Что делать теперь государство в этой связи? Гранты, либо послабление налоговое, да? Вот прозвучал уже с вашей стороны такой вопрос. Вообще, изначально предпринимательство, вот и мы так себе это представляем, и те, кто занимается бизнесом, во многом тоже отражают, не требует изначально поддержки, какого-то помощи, тем более финансовой от государства. Лишь бы не мешали, да? Да, и вы знаете, вот эта правильная фраза, нам не надо помогать, лишь бы не мешали, потому что когда сильно начинает помогать, предприниматель начинает очень сильно нервничать, потому что эта помощь, она заканчивается, как правило, да. Сергей Александрович, есть у нас первый телефонный звонок, давайте послушаем телезрителя. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Представляете, пожалуйста, откуда вы звоните? Я звоню из поселка Сыракташ. Зовут меня Ольга Александровна. Дело вот в чем. Я хочу вас спросить, как нам быть? Может быть, вопрос немножко не по теме, но ситуация такая. У меня сын закончил. По специальности он бухгалтер-экономист. И дело в том, что никуда ребенка не берут. Он обошел уже весь город. Устроиться на работу никуда не может. Как же быть? Как, молодому специалисту жить дальше, если без стажа не берут никуда? Помогите, пожалуйста. Спасибо. Спасибо за звонок. Это, наверное, как раз к вопросу о снижении общего оборота бизнеса. И, наверное, теряется и трудовое место. Тенденция такая учить и делать молодое поколение профессионалами, она очень важная. То есть нужно растить кадр. Но для этого нужна определенная система и запас прочности, в том числе финансовая. Потому что молодой специалист не готов сразу стопроцентно делать отдачу. Тельновидные предприниматели, конечно, они стараются вкладывать и в обучение, и на самих своих сотрудников обучать постоянно, и молодых специалистов привлекать. Это здорово. Но нужна система. Вот здесь как раз, как нам представляется, необходима государственная поддержка. Это, наверное, вопрос уже больше к министру труда и представителям крупного бизнеса. Вопрос, даже, вы знаете, это может быть решено совершенно иначе. Не обязательно крупный бизнес. Потому что крупный бизнес, его у нас мало, и он очень четко структурирован. Сегодня в регионе можно по пальцам пересчитать крупные компании. В основном государство, и их регулировать очень сложно, влиять на них тоже очень сложно. Государство сейчас делает ставку на малый бизнес, потому что видит там огромный потенциал, и огромная возможность не только для того, чтобы поступали налоги в казну. Это тоже важный момент. Но опять, если обратимся к статистике, доля вот этих налоговых поступлений, она маленькая. Она незначительная. Давайте прям чуть позже. Социальный вопрос. Я прямо ответить хотел на вопрос о том, что вы говорили. Социальное огромное значение малого и среднего бизнеса в возможности трудоустройства таких молодых специалистов. Необходимо сделать послабление в налоговых платежах. Освободить компании, которые привлекают молодых специалистов. Пусть это будет малый бизнес, пусть это будет индивидуальный предприятий, чтобы ему было выгодно взять молодого специалиста. Но заставить его это сделать невозможно, потому что ему экономически это невыгодно. И вот здесь как раз социальная роль государства, она, мне кажется, должна бы реализоваться. Через какие-то программы и гранты. Программы, гранты и налоговые послабления для тех, кто привлекает молодых специалистов. Пусть они не платят какие-то специальные отчисления, платежи. Пусть они их направляют на обучение, на непосредственно адресную выплату молодому специалисту и так далее. Мне кажется, вот этот вариант был. Что касается конкретного вопроса, конкретной проблемы трудоустройства, ну, если речь идет о Саракташе конкретно, то и там не может устроиться. Но есть, надо, может быть, пробовать и в области где-то. Потому что спрос на молодых специалистов сегодня, он все равно есть. И те, кто хочет найти работу, он ее все равно рано или поздно найдет. Александр Евгеньевич, ваше какое видение, как бизнес прошел 2016 год и производство, может быть, да? Вот все-таки у вас производственная компания. Насколько просело ли производство в Оренбурге? Или наоборот, у нас есть какие-то перспективы? Я думаю, что есть. И это не только мое мнение. Это, в принципе, отмечают и экономисты, ведущие. Говорят о том, что, в принципе, импортозамещение, о котором кто-то высказывается не очень лестно, кто-то, наоборот, кричит на всех уголках, что это самый главный двигатель нашей промышленности. Но оно сыграло свою роль, эта программа. И те же самые контрсанкции, если мы говорим, допустим, про пищевую промышленность, очень серьезно повлияло на нее, если мы говорим про сельскохозяйственный сектор. Если мы говорим про производство, допустим, каких-то комплектующих, то, чем моя компания занимается, то тут очень серьезно сыграл, конечно, скачок валюты в конце 2014 года. И многие покупатели, многие потребители, это в основном промышленные предприятия, они были вынуждены перестроить свои логистические цепочки и переискать уже производителя в России. Более того, мы ряд продуктов запустили именно после того, как к нам стали обращаться с запросами. А можете сделать вот это, вот это или вот это. Потому что раньше это то, что закупалось, закупалось в Европе, закупалось в Турции, в Китае. Но валюта подорожала, поэтому были вынуждены обращаться к нам. Если говорить про производство товаров народного потребления, то есть, скажем так, для широкого рынка, то здесь, конечно же, идет стагнация, и у кого-то очень даже серьезный кризис, снижение продаж и объяснение тому достаточно банальное. Это снижение покупательской способности населения. Да, и естественно, что вот вы цифры, говорите, не очень приятные, но так оно тоже понятно, потому что у людей просто банально нет денег для того, чтобы оплачивать какие-то товары. То есть, в целом, можно сказать, такой двоякий был год у нас получился. Ну, слава богу, он был более-менее спокойным. То есть, не было тех потрясений, которые были, допустим, в 2014 году, очень серьезные потрясения, причем для всех видов бизнеса. То есть, это и скачки валюты, это и 19% ключевая ставка, да, это и для экспорта, импорта, вот эти вот санкции, контрсанкции. В 2015 году все смотрели по странам, вообще никто никуда не хотел ничего вкладывать. У нас в страну вступила какая-то определенная стабильность. Да, более-менее определенная. Привемся на короткую рекламу и продолжим обсуждение темы. У нас есть телефонный звонок уже. Это программа «Обратная связь». Мы продолжаем и говорим сегодня о развитии малой и среднего предпринимательства и подводим такой сообразный итог 2016 года. Есть у нас телефонный звонок, давайте услышим телезрителя. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Ольга Зубова. Я звоню из Оренбурга. У меня к вам такой вопрос. Вот предусмотрены ли какие-то льготные тарифы на электроснабжение и на водоснабжение для частных предпринимателей, у которых частные лагеря, а частные санатории? Спасибо за вопрос. И потому что львиная часть вот этих как бы денег уходит на оплату вот этих коммунальных услуг, а не на развитие других каких-то там структур в этом же подразделении, в санаториях, в лагерях. Спасибо. Спасибо. Сергей Александрович, наверное, к вам. Может быть. Этот вопрос, наверное, лидирует после первой – это кредиты. Больная проблема. В львовне кредиты, да? Да, в любые кредиты, льготные и нельготные. Вообще, то есть ставка сама по себе очень большая, и процедура реструктуризации очень затруднена. То есть банки тоже связаны с своими проблемами. Вторая, это по значимости проблема, это тарифы на коммунальные услуги. Мы всегда говорили о том, что у нас очень дорогой доступ к энергоресурсам, очень дорогой доступ. И причем это касается не только малого бизнеса, это вообще всех, тех, кто занимается бизнесом. И крупный бизнес платит достаточно много. Вопрос о льготах, он решен в законодательстве, вопрос о льготах, но он решен в пользу именно социальной защиты отдельных категорий населения. Малый бизнес вот туда не входит. И специальных каких-то льгот и тарифов просто не предусмотрено. Нам представляется, что если мы говорим о развитии малого бизнеса, то нужно дать ему доступ к кредитам и дать ему доступ к энергоресурсам. И вот это как раз не будет ни финансовой, ни грантовой какой-то поддержкой, а именно дать доступ к тому, чего у нас в принципе в России достаточно много. Ну и мы можем похвастаться тем, что у нас энергосистема одна из самых емких, наверное, в мире. Об этом как раз хотел поговорить. О программах по поддержке малого и среднего предпринимателя. У нас достаточно много программ. Вот можно сейчас посмотреть на экране, режиссер нам выведет. То есть это и грантовая поддержка, да, и субсидирование определенных производств. То есть достаточно обширный перечень получается у нас. Но насколько все это доступно? Насколько вообще предприниматели могут к этому обратиться и посмотреть? Вы знаете, этот год, вот 2016, ну это по моему, может быть, субъективному мнению, мне показался как раз годом, когда информационное освещение вот этих всех грантов и государственной поддержки, оно было на очень высоком уровне сделано. Ну и я сам принимал участие практически неоднократно вот в таких конференциях, разъяснительных мероприятиях, которые совершенно на безвозмездной основе проводились для предпринимателей. Мы пришли к выводу о том, что у нас предприниматели очень мало информированы о том, что есть вообще в государстве и что нужно делать. То есть предприниматели направляют даже жалобы в аппараты полномоченного совершенно как бы безосновательные, потому что мы им разъясняем, что вы на то, что жалуетесь, это уже давно предусмотрено, обратитесь туда-то, туда-то. Но они говорят спасибо и обращаются. Ну, вот как раз можно посмотреть, да, этот перечень достаточно обширный, это только по одному министерству, да, то есть там Минсельхоз, Министерство промышленности, у них как бы свои есть программы. Сейчас это все доступно на сайтах, то есть каждое министерство оно на своем сайте выкладывает отдельным разделом. И некоторые предприниматели жаловались о том, что эта информация чисто технически труднодоступна, то есть несколько необходимых вкладок открытия, это запутано. На что сразу, буквально через некоторое время, сайт были модернизированы, переработаны, и она стала не только наличествовать там, но и доступ к ней упрощен был. То есть, ну, нам кажется, что налицо вот такое открытое отношение к предпринимателям именно в информационном плане, со стороны областных органов власти. Александр Евгеньевич, вы как предприниматель, может быть, кто-то из ваших коллег обращались за помощью? Вообще, насколько вот это просто собрать пакет документов? Наверняка ведь это достаточно обширный перечень. И обращались, и пользуемся мерами поддержки. То есть, например, наша компания размещается в бизнес-глубаторе. То есть, в принципе, работаете программой? Мы пользуемся как раз льготной арендой. Причем там льготная аренда, она разбита по годам. Да, мы этим пользуемся. Мы обращались в гарантийный фонд Оренбургской области. Причем, насколько я знаю, в минувшем году было увеличено. И размеров субсидий, и размер каких-то льготных кредитов, то есть, где выступает в качестве поручителя гарантийный фонд. То есть, в принципе, программа работает. В принципе, да, программа работает. Единственный нюанс, чтобы предприниматели понимали по поводу сложностей. Дело в том, что федеральное законодательство очень сложное в этом отношении. И те органы, которые оказывают поддержку малому и среднему предпринимательству, они, безусловно, вынуждены исполнять требования федерального законодательства. И если в федеральном законодательстве написано, что должен предприниматель принести справку об отсутствии задолженности перед бюджетом не позднее, чем за две недели до подачи данной справки, то уже ничего с этим не сделаешь. И когда ты приносишь одну справку, завтра может потребоваться, что, извините, но ваши 14 дней уже истекли, пожалуйста, опять налогу, опять 5 дней, опять получайте справку. Нет, это на самом деле так. И вот к этому, может быть, в связи с этим, вот такое количество обращений предпринимателей. Но это федеральное законодательство. И я даже, в принципе, догадываюсь, почему. Потому что каждый на своем уровне пытается туда внести какую-то очередную новеллу. Работу Сергея Александровича не убил. Да, да, да. Давайте послушаем телезрителей. К нам дозвонились наши телезрители. Добрый вечер, вы в эфире. Алло, добрый вечер, говорите. Хлоп. Да-да-да, мы вас слушаем. Как вас зовут? Откуда вы звоните? Здравствуйте, меня зовут Елена. У меня небольшой бизнес в городе Оренбурге. Мы занимаемся производством мебель, металл, конструкции. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот в дальнейшем планируется середине грани между организациями, которые работают в НДС, и организациями, которые сидят на упрощенной системе налогообложения? Спасибо. Спасибо. Ну, не совсем понятен вопрос, потому что достаточно четко у нас разделены вот эти налоговые режимы, и это является одной из новелл, наверное, нашей налоговой системы. И как вот нам представляется по отзывам предпринимателей, очень успешно. Потому что упрощенная система налогообложения, она практически снимает много вопросов бухгалтерского учета, отчетности, введения какой-то специальной документации для малого и среднего убийства. То есть практически ему не нужно вот так регулярно представлять отчетности в налоговые органы. Это достаточно удобно. Сама система исчисления налогов, которая предложит, она тоже очень удобная. Но, используя упрощенную систему налогообложения, субъекты лишены возможности работать с крупными компаниями, которые уплачивают налог на добавленную стоимость. То есть они не возмещают НДС, им, соответственно, не интересен экспорт как таковой. Поэтому есть, поговаривают, что у нас слишком льготная система налогообложения, и пора бы немножко и налоги повысить, да, и привести их к стандартам европейским. Но пока на сегодняшний день, ну, мы смело можем быть, чтобы с 2018 года в налоговом кодексе пока не предусмотрена отмена упрощенных систем налогообложения. Что будет дальше, неизвестно. Нас, как лиц, который защищает предпринимателей, больше беспокоит вот этот нормотворческий зуд, который присутствует в нашей системе, к сожалению, и не всегда он четко выверен, не просчитан, на экспертном уровне не дана оценка. Принимаются законы. Вот мы сейчас видим по кассовым аппаратам. Закон приняли, что все теперь эти онлайн-кассы, у вас уже несколько сюжетов было в средствах массовой информации, в газетах, мы тоже за этим следим. В социальных сетях тоже, видимо, обсуждают предприниматели этот вопрос. Когда будет введена? Март месяц, хорошо, март месяц. А что у нас для этого сделал? У нас вот эти даже самые элементарные блоки, которые фискальные накопители, их еще никто не видел в глаза. Их никто еще не видел в глаза. Хотя бы показать, как он выглядит, не то что посмотреть, как он работает. Сергей Александрович, вот как раз... Срок уже есть. Как раз вот говоря об экспертном сообществе, вы у нас общественный амбудсмен. Да. Но ведь у нас есть и назначенный государством, да, амбудсмен, который защищает права предпринимателей. В чем различие? Зачем нам два амбудсмена на всю область? Нет, во-первых, далеко не два. У нас один общественный, значит, у нас один амбудсмен, то есть это уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской области, это Кошинов Виктор Александрович. Он является государственным органом, который обеспечивает выполнение задач по поддержке предпринимательства. Но этот государственный орган не имеет какого-нибудь значительного аппарата для реализации своих целей и задач. А вопросы, которые приходится решать, они требуют экспертного уровня решения проблем. То есть в состав именно государственного органа входит аппарат, а общественные амбудсмены, они работают на условиях, так я использую латинский термин, который широко в этом случае используется во всей стране, на условиях пробона, то есть бесплатно, на общественных началах. Это вот такая идея, привлечь максимально квалифицированных, каждый в своей области людей в это сообщество, которые бы на безвозмездной основе оказывали помощь, поддержку экспертного уровня для датчика заключения по сложным вопросам. В том числе представительства в суде. У нас уже был опыт представительства в суде, профессионального квалифицированного представительства по защите прав предпринимателей, что в принципе один амбудсмен государства, он не в состоянии сделать. Какого-то большого аппарата ему не предусмотрено по закону, и, наверное, это и правильно, потому что это еще бы, наверное, породило чиновников и дополнительные никому не нужные прослойки. Думаю, после эфира прибавится у вас клиентов, кто будет обращаться к вам за помощью. Да, потому что помощь оказывается бесплатной. Это самое главное для предпринимателей, да, тем более в такой сложный период. Возвращаясь к вопросу об НДС, эта тема озвучилась как раз на встрече с президентом, с Владимиром Путиным. Александр Евгеньевич присутствовал на этой встрече. Предлагаю посмотреть сюжет, напомнить нашим телезрителям, как это было, и потом мы вас попытаем, о чем же вы разговаривали, и какие результаты, собственно говоря, были после встречи с президентом. Владимир Путин посетил Оренбург в октябре, за день до своего визита в Казахстан. Там проходил 13-й форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. И президенту было важно услышать, как развивается партнерство между нашими странами на примере приграничного региона. В Оренбурге, конечно, хотелось увидеться с людьми, которые осуществляют эту практическую работу. Надо сказать, что эти встречи всегда проходят очень содержательно, предметно, конкретно. В чем их смысл и их значение заключаются. Но, разумеется, было бы любопытно услышать, у вас большая же граница с Казахстаном. Наверняка есть какие-то общие проекты, общие дела. Если вы видите, или их нет, тогда почему? Если вы видите какие-то вещи, которые нуждаются в поддержке, с правительственного уровня, с уровня правительства обеих стран, с межгосударственного уровня, пожалуйста, скажите об этом. На встречу с главой государства были приглашены предприниматели из разных сфер бизнеса, от производства до информационных технологий. И каждый озвучил свои проблемы и ожидания. Доля энергоносителя в себестоимости достигает 70%. В связи с этим, можно ли вновь созданные производственные предприятия, в том числе нацеленные на импортозамещение, наделять каким-то льготным тарифом на энергоносители, либо субсидировать часть этих затрат на период запуска и становления? Много производств, которые очень сильно завязаны на употреблении электроэнергии. Ну, алюминий достаточно вспомнить. И всегда производители, конечно, хотели бы получить вот этот изначально определенный бонус, фору, хотя бы при начале работы. У нас существует целый набор, набор различных преференций для тех, кто начинает свою работу, особенно с нуля. Я так понимаю, что это, по сути, проект гринсилы, так называемый. Вы же на голой площадке его делаете? Ну, мы изначально взяли предприятие, разваливавшееся абсолютно. Да, предприятие у вас новое, которое вы построили? Новое. Ну, да. Среди других вопросов, озвученных на встрече, плавный переход с упрощенной системой налогообложения, неравные условия с компаниями, уже работающими в Казахстане, дефицит кадров на селе и сокращение сроков возврата НДС участникам внешнеэкономической деятельности. По многим озвученным проблемам практически сразу были даны поручения соответствующим ведомствам. И уже до конца года часть из них была исполнена. Вот, как мы видели, на встрече с президентом озвучивались и вопросы, которые сегодня поднимали наши телезрители. Это переход на упрощенную систему налогообложения, как раз вот доступность энергоресурсов. Александр Евгеньевич, вот на ваш взгляд, насколько действенным был этот диалог, последовали ли какие-то реальные меры, реальные дела после этой встречи? Ну, пограничный переезд ремонтируется, да, и должен быть в следующем году, точнее, в следующем, уже в текущем году, он должен быть полностью отремонтирован, да, и должен быть улучшено качество покрытия, должен быть сокращено время проезда через этот пропускной пункт, о чем говорил коллега, там, задавал вопрос. По поводу увеличения лимита, при котором оформляется паспорт сделки, этот вопрос я задавал. То же самое, там, Центробанку даны поручения и правительству. Но там сроки исполнения по большинству, в том числе, вот, по упрощенной системе, там по большинству поручения и сроки даны март-апрель месяц. Поэтому, ну, пока, наверное, говорить рано, потому что там достаточно серьезные изменения нужно будет сделать. Но, в любом случае, можно сказать, что предприниматели услышали. Да, да, и действительно, реально, это не для красного словца, то есть Владимир Владимирович прямо в процессе персонально, там присутствовали министры федеральные на этой встрече, кроме президента, и он персонально именно министрам давал поручения. То есть был Силуанов, был министр экономики, был министр промышленности и торговли Мантуров. То есть здесь, как бы, поручения были даны уже прямо непосредственно в процессе встречи. Ну, в принципе, как вы считаете, вот нужен подобный формат диалога бизнеса и власти? Ну, понятно, не с президентом, да, ну, невозможно встречаться там даже каждый год, наверное, да, в каждой области, но вот на более низком так уровне, скажем, местные губернаторы, может быть, местные министры, вот именно для выстраивания вот этих взаимопониманий власти и бизнеса? Ну, безусловно, потому что любой чиновник, да, какой бы уровень у него ни был, он точно так же, как, собственно, и предприниматели с другой стороны, да, мы погружаемся в рутину ежедневную. И знать обо всем, что происходит, тем более разбираться в деталях и тонкостях, человек просто не в состоянии. И, конечно же, некоторые вещи, я сам участвовал в такого рода встречах, там, допустим, и на городском уровне, и на областном уровне, когда начинаешь рассказывать, у людей удивление, что, а действительно так? А как, а мы думали, что как-то по-другому? А по-другому, наверное, по-другому, да? Нет, нет, дело не в отчетах, дело не в отчетах, дело именно в правоприменении, дело в, ну, даже элементарно, там, в количестве необходимых бумаг, там, да, в процедурах и так далее. То есть, вот эти нюансы. Обратите внимание, вот, как у нас поменялось очень серьезно сейчас многофункциональный центр, да? То есть, насколько сократилось время оформления бумаг, насколько сократилось время ожиданий и так далее, и так далее. Во многом это работа то, что люди, руководители данного направления, они начали общаться с потребителями данной государственной услуги. То есть, в принципе, можно сказать, Сергей Александрович, наверное, вопрос к вам, как представитель общественности. Есть такие формы, да, у нас в нашей области, и они работают, получается. Однозначно. И мы бы хотели тоже отметить, что ушедший итог, если подводить, 2016 год, он был показательным, и наш регион, ну, как мне кажется, в хорошем смысле, прославился, опять же, на всю страну, не только вот тем, что президент непосредственно пообщался с предпринимателями. Я думаю, это такой знаковый был момент, с точки зрения конкретных, может быть, поручений, конкретных дел, ну, трудно говорить о максимальной эффективности. Посмотрим март-апрель. Посмотрим. Да и мне даже понятно уже по характеру вопросов, которые были заданы, это вопросы, которые, ну, наверное, немножко не... Ну, нельзя сказать, что это все вопросы, которые волнуют на самом деле людей. Сергей Александрович, вопрос, я хотел бы сказать еще один момент. И вот этот тон, который был задан общение, он воспринят, какой был прекрасный проект, это прокурор, бизнес, власть. Проект телемоста по, да, всем... Давайте чуть подробнее о нем расскажем после рекламы. Да. Прервемся прям буквально на несколько секунд, и вновь вернемся в студию обратной связи. Это программа «Обратная связь», и мы продолжаем подводить итоги 2016 года для малого и среднего бизнеса «Аренбуржер». Сергей Александрович, перед рекламой прервал вас в формате диалога между властью и бизнесом, прокурор? Бизнес-власть, то есть был на условиях как раз использования современных средств телекоммуникаций, ну, как можно сказать, телемост, да, то есть подключены несколько районов, непосредственное общение представителей власти, представителей органа надзорного прокуратуры и бизнес-сообщества. Это такой достаточно масштабный диалог, который помог высветить все проблемы, сложности, обозначить направление деятельности, отметить, где эффективно, где нет. И вы знаете, эта идея, эта модель, этот вектор, может быть, каждая эта встреча, она не есть квитэссенция чего-то, да, но это направление. И нам, бизнес-сообществу, я вот обращаюсь даже к бизнес-сообществу, хотел бы, чтобы все мы настроились на такую конструктивную работу, потому что сегодня власть, она достаточно четко показала направление, как она собирается общаться с бизнес-сообществом. Она готова слушать. И сегодня через торгово-промышленную палату, через средства массовой информации направляются для предпринимательского сообщества анкеты с просьбой оценить регулятивные воздействия, регулирующие воздействия нормативных актов. Они говорят, вот мы собираемся сделать такой-то закон. Мы думаем, что он будет хороший. Вы как думаете, уважаемые господа бизнесмены? Что мы можем отметить? Бизнесмены молчат. Активность в этом направлении, она очень маленькая. И ведь, когда мы говорим, уважаемые господа, закон ведь будет принят. Вот в той редакции, в которой сейчас. А потом вы уже будете... Давайте учиться, вот к чему я призываю. Давайте учиться цивилизованно выстраивать. Не вот так вот кулуарно за столом там или еще, а используя современные средства, чтобы это был системный диалог власти и бизнеса. Чтобы вот эта системная работа, она была эффективной. Нужно включаться вот в эти проекты. Нужно давать заключение. Мы, со своей стороны, готовы профессиональное, экспертное мнение на этот счет выдвигать. Юридические обоснования тех или иных вопросов. Мы готовы работать. То есть, если... Нужно слышать бизнес, потому что, когда начинают слишком много регулировать того, кого не знаю как, это получается, как в сказке про жилейки, на которой хотел лягушку спасти и начал ее лечить. А она, оказывается, просто без воды у него умерла. То есть, можно сказать, если подвести такое краткое резюме, есть понимание у государства о том, что малый и средний бизнес все-таки нужен. Вот если обратиться к статистике, можно посмотреть. По Оренбургской области порядка полутора миллиардов рублей исчисления налога. Сейчас режиссер выведет тоже статистику, посмотрим. То есть, налоговое отчисление в бюджет Оренбургской области порядка полутора миллиардов рублей. Занятость в субъектах именно малого среднего бизнеса 300 тысяч человек. То есть, это достаточно большой процент населения области, учитывая у нас население. Это два с копейками миллиона. Субъектов малого среднего бизнеса порядка 72 тысяч. То есть, статистика достаточно большая. Есть понимание, да, о том, что малый и средний бизнес нужен? Так же, как вот в развитых европейских странах. Александр Евгеньевич, вот на вашем примере. Если мое мнение, да, по этому вопросу, то здесь, конечно, статистику нужно рассматривать в процентаже. То есть, в процентах занятых, и здесь мы увидим еще интереснее цифры. То есть, у нас 60% населения занято в малом и среднем бизнесе, так или иначе. То есть, это не только предприниматели, но и те люди, кто на них работает. Если мы будем говорить про собираемость налогов, опять же, здесь нужно четко понимать, есть налоги муниципальные, есть налоги, перечисляемые в региональный бюджет, есть федеральные. То есть, муниципально говорить, вот 52% налогов в поступление бюджета Оренбурга – это именно малый и средний бизнес. Совершенно верно. То есть, я про это и хотел сказать, что да, мы видим там таких монстров, как «Газпром», «Роснефть» или там тот же «Тандер», да, «Магнит». Но 52% – это не «Тандер» дает, а продуктовый магазин в соседнем подъезде. То есть, вот на это нужно обращать внимание и внимание власти, в том числе, когда там принимаются какие-то… И не только на федеральном уровне, то есть, здесь и муниципальном уровне, в том числе, когда принимаются какого рода какие-то решения. Ну что ж, можно сказать, да, что выстроился какой-то диалог, получается, у малого и среднего бизнеса и руководства города, области. Знаете, о чем хотелось поговорить? Вот немножко о социальной ответственности бизнеса. Ведь не секрет, многие работают, особенно, наверное, в сфере услуг, нелегально, да, многие уходят в тень, у зарплаты в конвертах, к сожалению, никто не отменил до сих пор, хотя это уже, в общем-то, развитый капитализм, наверное, можно сказать. Вот насколько наш бизнес, Оренбургский социально ответственный, или все-таки, опять же, какие-то экономические рычаги не дают людям выйти из тени? Если позволите. Да-да, конечно. По этому поводу, вы знаете, когда говорят про налоговое бремя и о том, что у нас налоги слишком высокие, то все время почему-то там называют налоги, которые, в общем-то, там, большинство предпринимателей просто не касаются. И постоянно забывают про такие налоги, которые, так называемые, социальные отчисления в социальные фонды. То есть вот налоги на заработную плату у нас действительно очень большие. Но это ниже, чем в Европе, к примеру. Ну, неправда. Я с вами не соглашусь. Не соглашусь по той простой причине, что, допустим, если мы в России платим 13-процентный подоходный налог, плоский, да, с плоской шкалой, то да, действительно, например, в Норвегии там бывает и 72% при прогрессивной шкале подоходного налога. Ну, давайте будем смотреть, с чего эти 72% и с каких доходов уплачиваются. Это раз. Во-вторых, например, в Германии работодатель оплачивает лишь 50% взносов в пенсионный фонд. Остальные 50% платят работникам своих. И есть третий момент, очень немаловажный. Дело в том, что у нас в трудовых контрактах мы пишем всегда, с человеком подписываем, допустим, 30 тысяч рублей. И люди у нас воспринимают, что это 30 тысяч рублей, которые я ежемесячно буду получать к себе на карту. А в той же Германии люди подписывают 30 тысяч рублей, но они знают, что это 30 тысяч, 30 тысяч, ну там, 3 тысячи евро, допустим, да. Но это брутто. Они прямо так и называют. Брутто и нету. Брутто – это до вычета налогов. Они уплачивают налоги, у них на руках остаются суммы гораздо скромнее. То есть, если рассматривать, то это нагрузка именно на предпринимателей, а не на пользователей государственных услуг. Вот чем проблема, понимаете. И когда мы говорим про социальную ответственность и так далее, и вот в том числе это вопрос к черным зарплатам. Они же ведь появляются не от того, что предпринимателю хочется бегать где-то и изыскивать эти наличные, где-то там придумывать какие-то схемы. И реально ходить, что называется, ходить под статьей постоянно. Да, за это достаточно большая самая цена. И они не ради этого делают. Они делают потому, что реально либо ты будешь с каждого рубля, выплаченного работнику, отдавать еще 40 копеек государству. И из своего кармана, и собственного. Либо ты будешь дальше как-то выкручиваться, что-то где-то предпринимать и так далее. То есть, вы как предприниматель ратуете за изменения определенные в налоговом законодательстве? Ну, это не только я за это ратую. Это уже обсуждается, в частности, там был недавно экономический форум тоже. Это проблема, это вопрос очень большой. И когда будет решаться? И если мы говорим, допустим, про НДС, НДС у нас действительно в стране один из самых либеральных вообще в мире. То есть, один из самых низких, во-первых, поставки. Во-вторых, у нас большое количество предприятий вообще не облагаются НДС. Большое количество операций не облагается НДС. Ну, и практически мало либеральных. Если мы говорим про налог на прибыль, да, корпоративный, то, в принципе, тоже, опять-таки, у нас один из самых низких. Ну, а вот эта упрощенная система налогообложения, это действительно уникально. То есть, такого нету, я не слышал, хотя знаю там американскую, немецкую, швейцарскую систему налогообложения. Но такого я не видел, чтобы человек получил просто с оборота, платил 6%, и все, и к нему больше вообще никогда никаких претензий ни у кого не должно возникать. Ну, а как все-таки вывести при нынешних условиях, понятно, может быть, не идеальных для бизнеса, но все-таки как вывести вот эту сферу нелегального бизнеса, да, ведь, ну, не секрет, там, многие, там, те же самые салоны красоты, да, на дому, которые проводятся, они там не то, что налоги не платят, да, но там просто о качестве говорить достаточно тяжело. Как до людей донести, вот, что, как бы, все-таки лучше обращаться к легальным предпринимателям, к легальному бизнесу, которые, пусть, может быть, там, немножко в черных зарплатах, в конвертах платят зарплату, но хотя бы за качество может ответить? Гильдии. Гильдии. Как в дореволюционной России было три купеческих гильдии, то есть три уровня. Там первые, заниматься производством могла только первая гильдия, поставлять за границу только первая гильдия. Третья гильдия удел был торговать седлами, где-то там, в селах. Я утрирую, я утрирую, конечно, но реально, если человек, будет у него некий патент, да, там, диплом, еще что, как угодно это можно назвать, то, в принципе, человек, придя к нему, он может увидеть, то есть, и будет принимать решение, пойду я сюда обслуживаться или не пойду я сюда обслуживаться. Это, кстати, очень большая проблема, если мы говорим про закупки. Не секрет, что, ну, как, в каком государстве может компания, которой там пять человек работающих, выиграть тендер на 8 миллиардов рублей? Ну, этого не бывает. Здесь тоже нужна та самая саморегулируемая организация. Абсолютно верно, абсолютно верно, понимаете, то есть, ввели саморегулируемые организации у оценщиков, ввели саморегулируемые организации у строителей. Ситуация там поменялась, причем поменялась лучше, на мой взгляд. Перешли, собственно, к вопросу, к следующему, который хотелось бы задать. Сергей Александрович, может быть, вам больше, как представитель общественности, предпринимателей, есть ли у нас, в принципе, в области бизнес-сообщества, то, о чем Александр Евгеньевич говорил, да, ведь купечество, там, в дореволюционной России было, ну, действительно, таким бизнес-клубом. Вот у нас есть какое-то вот такое гипотетическое формирование предпринимателей, которые регулируют сами, вырабатывают какие-то негласные, может быть, правила игры, но приятные и для предпринимателей, и для потребителей? Вы знаете, такие образования, они пока у нас не получили такого широкого развития, какой-то правоприменительной практики в своей деятельности. Но тенденции такие есть. И, знаете, я думаю, что требовать какого-то быстрого становления, что называется, снизу, наверное, нельзя. Это должна практика поменяться, немножко поменяться сознание людей, вот то, о чем вы говорили, чтобы человек, обращаясь за какой-либо услугой, все-таки выбрал, за услугой, за товаром выбрал, почему он выбирает? Он выбирает кошельком, рублем, дешевле, значит, вот я туда и пойду. Государство это тоже понимает, что за раз все это не получится. И сделали первый шаг со стороны государства для самозанятых. Два года мораторий, без налогов, только зарегистрируйся и попробуй. Если нормально, через два года будешь дальше работать. Нет, ну, значит, прекратишь свой статус. Вопрос. Государство понимает, что ты не решишь каким-то одним указом к марту 17, мая 18. Это нужно какое-то время, два года дали. Тенденции объединяться у предпринимателей есть. И сегодня мы видим примеры негосударственных, какие-то общественные объединения, парикмахерские услуги, общественное питание. Вот мы смотрим, тот как раз сегмент, который традиционно всегда находился в сфере малого предпринимательства. Есть пробные шаги. И торгово-промышленная палата оказывает, ну, как мне кажется, очень такое серьезное сближение предпринимателей в тех или иных областях. И даже, может быть, и на универсальном уровне. Вопрос времени, будет это или не будет. То есть, само предпринимательское сообщество сегодня, вот на примере даже ситуации с торговлей контрафактом на рынках, мы увидели, что те предприниматели, которые законно, легально приобретают продукцию, им самим невыгодно рядом видеть такого нерадивого конкурента, который действительно все это контрафактом привез и, естественно, может делать большую скидку. На ваш взгляд, сколько должно пройти времени? В принципе, тут у нас рыночные отношения развиваются, ну, уж порядка 30 лет, да? Вы знаете, здесь дело, трудно сказать, сколько должно пройти времени, и когда наступит тот счастливый момент, когда мы скажем, все, мы стали другие. Наверное, этот момент никто точно не заметит, но мы видим, что меняется. Но, как мне кажется, должно поколение просто пройти другое, которое воспитывается в этих ценностях сегодняшнего дня, которые, ну, на сегодня мы можем сказать, пока декларированы, а не объявлены. То, что они развиваются в этом направлении, для нас это отрадно, что государство, пусть мы его критикуем, что-то не так, но, по крайней мере, декларируются вещи, которые не отторгаются. Ну, значит, будем ожидать реализации от них. Значит, будем стремиться к тому, чтобы это стало реальностью. То есть, слова, чтобы они действительно не расходились с делом. 43-45-07, телефон прямого эфира. Мы еще успеем принять один или два телефонных звонка от АВАС. И напоминаю, что сегодня мы говорим об итогах года для предпринимательского сообщества Оренбургской области. Вот тема нашего интерактивного голосования. Мы задали, ну, всего лишь три момента, как бы можно было помочь малому и среднему бизнесу, то есть, льготные кредиты, снижение налогов и субсидии и гранты. Вот на ваш взгляд, какие самые эффективные инструменты были бы для поддержания и развития бизнеса? Снижение налогов, в первую очередь. Это выявило бы истение очень многих. Вспомните ситуацию, когда действительно ввели плоскую шкау подоходного налога. Очень много людей вышло сразу, что называется, истение. Не уменьшили социальную нагрузку на бизнес. Совершенно верно. Я бы в чем согласился, коллега, что налогообложение именно доходов с оплаты труда, оно во многом лежит на предпринимателе, на работодателе. И этих налогов не видно. То есть, свою реальную зарплату, сколько человек заработал и сколько заплачено налогов, прежде чем ему выплатить вот эту на руки сумму, видит только вот 13%. А это действительно, это верхушка айсберга. Если все посчитать, и если это в абсолютные цифры перевести, таких примеров уже много, экономисты об этом тоже спорят, вот эту социальную, либо переложить ее на работника. Тогда он будет по-другому себя ощущать, он будет сам оплачивать эти налоги, так как он оплачивает те, где он является, где нет у него налогового агента, где он сам должен оплачивать. И когда он сам их оплатит, со своей зарплаты ему выдадут те же самые 30 тысяч, 40 тысяч, пусть даже 80 тысяч ему выдадут. Но из них, кажется, ты должен вот-вот-вот столько заплатить. Если вот говорить о субсидиях и грантах, у нас достаточно, на мой взгляд, такая обширная программа развития, поддержки новых производств. Вот, например, в высшей школе экономики эксперты говорят, что новое производство поддерживать грантами и субсидиями не стоит. То есть, это малоэффективность дает. Лучше вот все-таки вкладывать деньги в компании, которая уже более-менее развита, и которые могут как бы подтянуть за собой еще производство, еще какое-то развитие услуг. Вот на ваш взгляд, Александр Ильич, как производственник? Ну, давайте. Как вы считаете, нужны ли новые субъекты малого среднего бизнеса? Конечно. Безусловно. Более того, у нас то, что вы говорите, гранты, они у нас очень серьезно ранжируются. То есть, либо ты можешь до где-то 2-3 миллионов рублей получить, либо там уже исчисляется десятками, а то и сотнями миллионов рублей. То есть, если, например, возьмем тот же фонд развития промышленности, за два с небольшим года было профинансировано 111 проектов по всей стране. Всего. Вот я на самом деле в данном случае говорю всего. Если мы говорим про Оренбургскую область, то у нас сколько проектов финансировано из ФРП? Один. 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 Завод оборудования. Александр Ильич, заканчивается. Это к тому, что как раз-таки новые предприятия, их нужно, и особенно если это производственный бизнес, их нужно, конечно, финансировать. Но тут вопрос встанет в контроле и так далее. Заканчивается у нас время. Прямо кратко. Какие перспективы вы видите на следующий год для развития малого и среднего бизнеса? Прямо буквально, прям по несколько слов тезисные, если можно. И мы будем подводить итоги интерактивного новоснования. Мне кажется, что политика грантов и финансирования точечного, разового, стартового, она исчерпала себя. И на сегодняшний момент, мы видим, в бюджете меньше на это заложено. То есть, поддержка, как нам представляется, вот такого рода кредитования, она убивает саму идею бизнеса. То есть, если ты разработал проект, он должен быть окупаем, и первичное финансирование должно быть теми инструментами, которые существуют в системе, это банки. То есть, единственное, должен быть доступ. Государство, если оно одобряет, может быть, использует какой-то институт гарантии. Но, чтобы выдать гарантию, конечно, она должна быть чем-то подтвердена и экспертным уровнем проверена. Понятно, что любой бизнес – это риск, но уровень риска всегда разный. И эксперт это сразу увидит. О перспективах развития малого и среднего бизнеса в Оренбурге, там также тезисно, если можно, несколько слов. Какой он будет? Вот ваш прогноз. Ну, мой прогноз таким, какой он сам захочет быть. Мы не знаем, что сейчас будет и что движет бизнесменами, чтобы создавать новые производства, новые. Единственное только пожелание – знать о том, что есть поддержка, знать о том, что есть куда обратиться за профессиональной помощью. И этот энтузиазм, что власть, она должна слышать. Она должна слышать, она должна реагировать, и она, по крайней мере, на это настроена. То есть бояться не нужно. Единственное, что рассчитывается, что кто-то будет это финансировать и потом отвечать – это уже не бизнес, это уже какая-то другая история. Александр Евгеньевич, ваш прогноз для оренбургских бизнесменов? Что нас ждет? Я прогнозирую, что год будет достаточно спокойным, без особых потрясений у нас. И мне кажется, что особых каких-то телодвижений не будет ни со стороны федеральных властей. Уровень инфляции останется примерно на тех же уровнях, кредитные ставки останутся там же. То есть, в принципе, все будет примерно то же самое, и просто нужно уже начинать задумываться над тем, куда, собственно, дальше двигаться. Потому что вот 18-й и последующие годы, вот там уже будет движение. Ну что ж, будем надеяться, что ваш стабильный прогноз оправдается. Давайте подведем итоги нашего интерактивного голосования. Так, большинство телезрителей считает, что все-таки поможет развитие малого бизнеса, именно снижение налогов, с вами согласны. 28% считают, что помогут льготные кредиты и 27% – субсидии и гранты. Это была программа «Обратная связь». Сегодня мы говорили об итогах года для малого и среднего бизнеса в Оренбурже. У нас в гостях были Сергей Фомин, общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей Оренбургской области, и Александр Юрьевич, предприниматель и генеральный директор производственной компании. В этот четверг моя коллега Анна Втюрина вновь будет в прямом эфире «Обратная связь» и будет говорить о безопасности детей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова